всех приветствую с вами интернет-магазин antelife меня зовут александр моих руках очень интересный смартфон называется эта модель lenovo вайп z2 pro эта модель топовая от компании lenovo эта модель еще называется lenovo k920 эта модель попала ко мне в руки совсем на небольшой промежуток времени поэтому полноценный видео обзор я сделать к сожалению не смогу не смогу протестировать как работает аккумулятор прогнать его но в общих чертах покажу расскажу что это за смартфон это большой 6 дюймовый смартфон поставляется он вот в такой вот коробке открывается вот так вот выглядит внешне эта модель на этот момент вот не смотрите это наклеенное стеклу наклеено стекло и вот наклеена скажем так неудачно появилась пятнышко после проклейки стекла вот такая вот комплектация у телефона зарядка юсб кабель гарнитура точнее гарнитуры здесь нет это у нас идет а нет это гарнитура стилус ну и скрепка 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 для того чтобы открывать сим-карту смартфон у нас большой 6 дюймовый фишка этого смартфона в том что здесь разрешение 2048 на 1534 6 вроде бы нет разрешение 2560 на 1440 6-дюймовый дисплей q hd получается разрешение 3 сенсорные кнопки меню домой назад сверху у нас камера динамик датчики привлежения освещения и индикаторы пропущенных звонков тут у нас есть качелька громкости вверх вниз здесь разъем под наушники здесь у нас лоток для двух сим-карт сим-карты работают во всех современных стандартах 3g 4g lte 2g само собой ну и кнопка включения выключения снизу у нас динамик микрофон вот такие вот стильные прикольные болтики и разъем micro usb 2.0 сзади модель имеет 16 мегапиксельную камеру камера вот такая вот у нас серьезная выпуклая с хорошей вспышкой с хорошей матрицей ну и наклеечка от компании леново давайте подробно познакомимся о том что же это за смартфон внутри выпускается эта модель на базе но 4 ядерного процессора snapdragon 801 графический ускоритель здесь adreno 330 гига оперативки 32 встроенных частота максимальная работа этого процессора 4 ядра под 2 и 5 гигагерц набирает в antutu эта модель 43 тысячи баллов это очень классный показатель если учитывать какое разрешение какую картинку приходится обрабатывать этому железу на этом смартфоне это немаловажно 16 мегапиксельная камера основная 5 мегапиксельная камера фронтальная nfc присутствует мультитач здесь 10 точечный само собой что хочу сказать внешне когда берешь этот смартфон ну наверное можно сказать что вот это разрешение на 6 дюймовом дисплея но не особо отличается от full hd на 5 дюймовом но конечно ты потом начинаешь понимать что на 6 дюймовом дисплее это как раз именно то разрешение которое нужно ну естественно производитель установил мощный крутой процессор прошивка стандартная заводская никто здесь ничего не трогал никто ничего не менял информация всех может быть кому-то нужно вот такая вот прошивка стоит завода 3 гига оперативки 32 встроенных мне понравился звук смартфоне мне нравилось звучание в наушниках очень качественная естественно аккумулятор я затестировать не могу аккумулятор здесь на 4000 миллиампер часов не сложно предположить что то что с таким процессором что с таким разрешением картинки разрешением этого дисплея аккумулятор у нас не будет отличаться особой автономностью это мои предположения но я думаю что то среднее на среднем уровне то есть в антута тестере я предполагаю что 5-6 тысяч баллов он показывать скорее всего будет сделал я пару фотографий на камеру сделал я пару пару видео фотографии получается очень качественное видео можно записывать формате 4к есть различные настройки про камеры видео вот выбор видео можно выбрать full hd q hd и ультра и качество фото качество видео я то что с наделал я вам скину но качество очень крутое вы даже сейчас вот можете видеть на своих экранах что качество изображения отличная вдалеке вон надпись который я обычно фотографирую она тоже видно все супер не могу я не сказать про какие-то минусы этой модели так как не делал я полноценный обзор на него видно что прошивка то что я поклассал его часик-два видно что прошивка хорошо работает все плавненько все четко игры понятное дело что будут также запускаться отлично здесь даже говорить не о чем цена цена этого смартфона конечно довольно таки высокая пролистал я так много цены по украине минимальная цена в районе 11 тысяч гривен ну и наверное в китае эта модель стоит порядка 400 долларов модель топовая модель очень дорогая очень прикольно смотрится вот эти тоненькие рамки по граням дисплея то есть это тоже все классно сделано в принципе все то что хотел показать хотел вас познакомить что такая модель есть что это топовая линейка от lenovo называется еще раз эта модель lenovo vibe z2 pro или lenovo к 920 по-разному можно встретить в интернете на этом все будем заканчивать видео и фотографии смотрим в описании по ссылочкам спасибо за внимание оставайтесь с нами будем снимать для вас обзоры дальше заходите в группу вконтакте заходите на наш интернет магазин antelite.com.ua всем рады спасибо всего доброго